Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И показали нам в этом пример И каждый из нас должен стараться Как может, чем может Да, один вроде бы мало Но нас не один, можно сказать Нас много Поэтому каждый будет стараться на пути Аллаха Что-то думать Хотя бы об этом Что я могу принести, какую пользу Какой от меня толк Почему именно меня выбрал Всевышний И почему именно я здесь нахожусь в мечети А не в кабаке Как я должен его благодарить Чем я заслуживаю его милость Если немножко каждый задумается Он еще Аллах принесет пользу Аллах спонтально покажет ему путь И каждый где-то в чем-то преуспеет И, иншаллах, будет от этого польза И мы с вами остановились на том Что мы разобрали второй столб свидетельства Машаду Анна Мухаммада на Абдуху и Расулю И узнали, к чему привязывает нас это свидетельство Мы узнали, чем обязывает Если ты правдив Если ты заключил договор с Аллахом Сказал это свидетельство Единобожие То ты обязан выполнять Если же не выполняешь То оно тебе не принимается Хоть ты его сколько тысяч раз говори Это все бесполезно Пока ты не будешь придерживаться смысла и сути Которая заключается в этих словах Достаточно где рассказать и придерживаться Это будет лучше, если ты постоянно твердишь И вообще не придерживаешься И мы узнали с вами, аль-хамду-ля, по милости Аллаха Что есть пять сильных духом посланников Которые возвышаются над остальными пророками и посланниками Это Нух, Ибрахим, Авраам, Муса, Моисей, Айса, Иисус И рог Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям Давайте немножечко поподробнее остановимся На каждую биографию, иншаллах, попробуем взять от них тоже пользу Посмотрим, как они призывали народ Было ли какое-то отличие или сходство между ними И, как говорят Муфассиры Курана Которые толкуют Куран, многие Бымкяфиры Тот же самый Саадиша И многие-многие другие Они говорят, что без знаний жизни пророков Нельзя узнать смысл Курана Почему? Потому что история о пророках Это не просто как рассказы Для того, чтобы мы читали и говорили Вот, да, вот клево, как сегодня говорят, да? Нет, для того, чтобы человек на них учился И понимал смысл Как понимали религию Аллаха эти великие люди И почему они стали великими людьми Как они доносили до людей Что они при этом претерпевали И когда человек увидит, поймет смысл Начнет объяснять сам И начнет понимать Тогда он большую часть Курана Как говорит Муфассиры, начнет понимать Без этого невозможно Потому что тот же самый Куран И все истории, которые пришли Они переходили через них Можно сказать, все, что в нем собрано Это было собрано на протяжении тысячи лет Тысячи лет И сейчас нам такой бесценный подарок И поэтому это считается Наивеличающим чудом от Аллаха Постанное человечество Это Куран Который собрал в себе всю вот эту мудрость Прошедших веков Всю мудрость предшествующих посланий И жизнь пророков и посланников Которые населяли нашу землю А их было 124 тысячи Но мы знаем только тех О которых упомянут в Куране О которых упомянул пророк Мохаммад Саллаху алейхи вассалям И нам этого достаточно, иншаллах Нам бы осилить то, что мы знаем Но мы должны знать, что каждому селению И каждому народу был отправлен свой посланник Это значит что? Что Аллах спонталя Отсюда мы узнаем, что Аллах справедлив Все, нам уже достаточно Вроде простое предложение Но смысл большой То, что всем людям на земле Донесено было Никто не может сказать Нет, я не знал Второе, что Аллах спонталя Справедлив Это немножко отклоняясь от темы Опять-таки не может сказать Что-то я не знал И Аллах не наказывает Прежде чем не отправит своего посланца Пришел посланник Рассказал Объяснил Он призывал не один год Сейчас, как мы узнаем Это было даже тысячу лет За ней последовали лишние многие Пожалуйста Остальные все подверглись наказанию Справедливо? Справедливо Из-за этого мы заключаем Что наш Господь Он справедлив Аллах спонталя Он наказывает только по существу Поэтому, если ты заслужишь наказание Значит, в тебе вина В тебе проблема И ты не понял религию ислам Ты ее не принял И подлежишь наказанию Или же Аллах спонталя Хочет показать тебе Путь для исправления И когда по земле распространилось нечестие Что-то значит нечестие? Многобожие Нет другого большего нечестия Воистину Это ширт Великая несправедливость Великое нечестие Поэтому многобожие О чем мы говорим? Через это красная нить Послание всех пророков Единобожие Только один Бог Достойный нашего поклонения Наши просьбы И так далее И когда на земле распространилось нечестие Многобожие Аллах спонталя Отправляет своего раба Нуха Аляхи Салям К людям Чтобы он призвал их Поклоняться одному Только Аллаху спонталя И удерживал поклонение Кому-либо еще И он стал первым Альхамдуля По милости Аллаха На кого Аллах спонталя Возложил выполнение Вот такой миссии После Иншалла Смерти Рока Адама Почему? Потому что он был посланником И Проксаллаху Алейхи Вассалям Со слова Бухурай Ради Аллаху Анаху Сказал После этого Это длинный хадис Это хадис о заступничестве После этого Люди придут к Адаму И скажут ему Ты отец людей Аллах создал тебя Свой рукой И вдохнул в тебя От своего духа И по его велению Ангелы склонились Перед тобой до земли Заступись же за нас Перед твоим Господом Разве не видишь Ты в каком мы положении И разве не видишь До чего мы дошли На это Адам Алейхи Вассалям Скажет Поистине сегодня Господь мой Разгневался так Как никогда не гневался И как он больше Гневаться никогда не будет И поистине Запретил он мне Вкушать плоды Райского дерева А я ослушался его Сам я Сам я нуждаюсь в защите А вы вступайте к другому Вступайте к Нуху Скажет Вступайте к Нуху То есть после него Идет Нух Как посланник к мирам После этого придут к Нуху И скажут им О Нух Поистине Ты первый из посланников Рокс Аллаху Алейхи Вассалям Который не говорит от себя Он говорит Что он первый из посланников Хадиси Ты первый из посланников Аллаха к обитателям земли И Аллах назвал тебя Благодарным рабом Заступись же за нас Пред твоим Господом Разве не видишь ты В каком мы положении Поистине мой всемогущий Великий Господь Сегодня разгневался так Опять повторить Как не гневался никогда И как после этого Уже не будет гневаться Опять таки никогда И поистине В земной жизни Мне была предоставлена Возможность Обратиться к Аллаху Только с одной мольбой Напомню У каждого пророка и посланника Одна есть мольба дуа Которая Аллах смотан Не отвергает Которая принимается И все израсходовали Эту дуа И только один пророк Мухаммад Саллаху алейхи Вассалям Не израсходовал Держал ее в запас Он обратится За доступничеством Для мусульман Иншалла Когда Аллах ему Разрешит и пожелает И дальше Нух алейхи Вассалям Продолжает И мне была предоставлена Одна лишь дуа Я обратился к нему С мольбой Погубить мой народ То есть Нух алейхи Вассалям Разгневался на свой народ За их неверие За их унижение Опять скажу Без малого тысячи лет Все это продолжалось И он скажет Сам я Сам я Нуждаю в защите А вы вступайте к другому Вступайте к Ибрахиму Аврааму И с чем же пришел Нух алейхи Вассалям Зачем Аллах Послал его Почему? Потому что До этого не было нужды Все были на единобожии Все были на единобожии Поклонялись Только одному Аллах А после этого Как распространилось Нечестие Аллах Отправляет Нух алейхи Вассалям С чем? С призывом поклоняться Одному Аллаху Очистить Свою веру К чему сейчас Каждый разумный человек Призывает других И среди мусульман Особенно Который называет себя Мусульманами А при этом Поклоняются Имеют наглость Поклоняться еще кому-то Помимо Аллаха Могилам Извоянием Шейхам Неважно кому Все то Чему ты поклоняешься Кроме Аллаха Не заслуживает Поклонения Не заслуживает И тебя можно сказать Ненормальным Неразумным существом Я вас фантали сказал Прежде мы послали Нуха и Ибрахима К их народам И даровали Пророчество Писания Их потомкам То есть Забегая вперед Мы скажем Иншаллах Это Сура Аль-Хадид 26 аят Что все потомки Мы сейчас Являемся Нуха Алейхиссалям Да Адама И Нуха тоже Абхан Тали Только его потомков Оставил живых После потопа Иншаллах И естественно Ибрахим И остальные Все люди на земле Но и пророки тоже Были из потомков Нуха Алейхиссалям Абхан Тали сказал Каждому народу Мы направили посланника С призывом Поклоняйтесь Аллаху И сторонитесь Тагута Все такое Тагут Мы уже разбирали Все то Чему поклоняется Человек Помимо Аллаха На что ты надеешься В кармане носишь На шею привязал Дома держишь Неважно чему поклоняешься Это есть Тагут Боишься больше Аллаха Это есть Тагут Кроме Аллаха Сура Аль-Нахал 36 аят И также Аллах Сура Аль-Нахал И спроси тех наших посланников Которых мы направляли до тебя Создали ли мы иных богов Чтобы им поклонялись Наряду с милосердным Сура Аль-Зухаров 45 аят И Аллах Сура Аль-Нахал Также говорит Мы не посылали до тебя Ни одного посланника Не ниспослав ему в откровении Не поклоняйтесь никому Кроме меня Так поклоняйтесь же мне Сура Аль-Нахал 25 аят И вот почему Аллах Аль-Нахал Обращается к своему народу Призывает к единобожию Единственное Я говорил Опять повторю На чем сходили все посланники Это единобожий призыв К единобожию Что и сейчас Мы должны распространять по земле Нас действительно мало Посмотрите тех Кто заблуждается Их намного больше Их большинство Но это не значит Что они правы Это не значит Что правы И не значит Что есть повод для отчаяния Наоборот Надо быть оптимистом И видеть что Поле работы бескрайнее Пожалуйста Делай Да вот призывай А если была бы кучка маленькая Сказал бы Кому я призывать буду Где я буду себе Аджир зарабатывать Вот без смеля Тебе сколько Аллах Аль-Нахал Предоставляет возможности Доноси до людей Призывай к единобожию Поднимай таухит Вот ты получишь аджир Даже если они за тобой не пойдут Как мы увидим Из истории Нуха Почему и говорят Муфаси Что они все поучительные Не надо отчаяться Что за тобой не идут Как и не шли за ним Не надо Он величайший из пророков Пятерку входит Несмотря на то Что ему не удалось Полностью Привлечь свой народ Немножко отступив Назад вернувшись И наверное помните Посланник И чем от пророков Отличаются До этого тоже были пророки Как говорят шиз Это сын Адама Алейхисалям Тоже был пророком А посланник Который послал Не только к мусульманам Но и к немусульманам И имеет к ним послание Вот это и есть посланник И первым таким Был это Нух Алейхисалям И он сказал О народ мой Поклоняйтесь Аллаху Нет у вас Бога Кроме Него Нет достойного Для поклонения Кроме Него Поистине боюсь я Что подвергнетесь Вы наказанию Великого дня Сюра Аля Араф 59 аят И он говорил им Я был послан к вам Чтобы не поклонялись Вы никому Кроме Аллаха Поистине я боюсь Что вы будете наказаны В мучительный день Сюра Ахут 26 аят И он спонтально говорит Нух сказал О народ мой Поистине я для вас Явный увещеватель Поклоняйтесь Аллаху Бойтесь его И повинуйтесь мне Он простит вам Часть ваших грехов И даст вам Отсрочку до известного срока Ведь когда этот срок Установленный Аллахом Наступит Отсрочки уже не будет Если бы вы только знали И ну сказал Господь мой Поистине призывал я народ Свой ночью и днем Вот нам пример Ночью и днем Не только пророки Мухаммада Как говорят неверующие Пожалуйста бери переместное Бери переместное Не хочешь пока брать право Мухаммада Бери живший до него Ты же признаешь Что был Ной Авраам Пожалуйста бери с ним пример И ты дадешь до единобожия Но беда Живущих сегодня людей Большинство подавляет Что они ни с кого не хотят Брать пример А только своих страстей Они берут с того Что им выгодно Что удовлетворяет Их страсти Неизменные желания Если бы они хотя бы Брали пример С Ноя и Авраама Они бы вышли на истинный путь И многие так и вышли Когда изучали жизнь Этих великих людей И он призывал их Ночью и днем Но мой призыв Только побуждал их К бегству И еще в большей мере И поистине Каждый раз Когда я призывал их Чтобы ты простил им Они затыкали уши пальцами Закрывали своими одеждами Упорствовали И проявляли гордыню Затем призывал я их открыто Затем обращался к ним Во всеуслышание И наедине И говорил я Молите о прощении Господа вашего Ибо поистине Он прощающий Он не спошлет вам С неба обильные дожди И окажет вам поддержку Имуществом и сыновьями Израстит для вас сады И создаст для вас реки Почему не страшитесь У величия Аллаха Он создал вас На разных стадиях То есть Разных стадиях Капля Нутфа И так далее Потом зародыш в животе женщины И рождается человек Сурану Второй четвертый Стояты Смотрите Как будто Про сегодняшний день Описывается в Коране Хотя это было В давнишние И давнишние времена Как будто Сегодняшний день Когда ты до людей доносишь Они так же что делают Затыкают свои уши Закрывают своими одеждами Ты для них как чума Сегодня мусульманин Страшнее атомной войны Как будто У него везде Какие-то колючки Как будто К нему приближаться нельзя Он скорее Сядет с каким-то Больным чумой Чем с мусульманиной Хотя Как говорит Нух Я призывал их Только к поклонению тебе И обещал им Очень много наград И то что Аллах смоталит Зарастит для них сады И не спошлет дожди И даст им сыновей И имущество Все о чем человек мечтает Вот тебе пожалуйста Твой сад Твое имущество Вот тебе сыновья Твоя семья Вот тебе дожди И на том свете награду Не хотят люди Сегодня ситуация Повторяется с точностью С точностью Не наоборот А с точностью До прямого Мы этому свидетели Поэтому эти истории Они были всегда Они повторялись И поэтому Мы знаем какой конец У этих народов Так же как эти истории Повторялись Так и будет повторяться Конец у этих народов Он будет Различными способами Но будет одинаков Уничтожение Унижение И мучительное наказание Другого нету Таких конца А пути Аллах смоталит Разные Раз эти истории И смысл их одинаков И логическое завершение У них тоже Поэтому те Кто отвергает сегодня призыв Кто не слушает Они тоже Сама к этому Идут к концу Который был уготован Для народа Нуха Алейхиссалям И его соплеменники Очень сильно над ним Издевались Били его Изгоняли Грозили смертью Все что было И у других Кого-то в огонь кидали Иншаллах Будем разбирать Ибрахим Алейхиссалям Его Нуха Алейхиссалям Избивали Нашего пророка Мухаммада Избивали Айсу выгнали Вообще сказали Ты незаконный Незаконный Прелюбодейки Рожденный Сын И так далее Все проходили Пророки Эту стадию И конец У всех этих народов Был один И в Коране Аллах Алейхиссалям Говорит Знатные люди Из его народа Сказали Поистине Мы видим Что ты впал В явное заблуждение Он сказал О народ мой Я не заблуждаюсь Я являюсь Посланником От Господа Миров Аля Раф Сура 60 61 То есть Я не заблуждаюсь Как вы утверждаете А следую Прямым путем Я посланник Аллаха То есть Того Кому достаточно Сказать Кун И оно будет Кун Фая Кун Мы знаем Будь И оно Бывает И Мух Так же Сказал Я довожу До вашего Сведения Послание Моего Господа И даю Вам добрые Советы Я узнаю От Аллаха То Чего не знаете Вы Сура Аля Раф 60 Смотрите Все пророки На том Что они не знали Скрытое Я узнаю И доношу Я узнаю И доношу Вчера только Разговаривали Какие только Небылицы Говорят В могиле Вот так было Вот так было Вот так было Откуда вы это берете Кто до вас доносит Если сегодня На сегодняшний день Пророка Мухаммада Нет Саллаху Алейхи Вассалям Он уже умеет Прекратились Не спасла От откровения Напомню Вот Просто братья Чтобы не были Неведения Один брат спрашивает А правда что Вот Когда умер Али говорит И у него в могиле Пришли Мункар и Накир Начали спрашивать Он их вопросами закидал Откуда вы ты это взял Он говорит Я прочитал В Дагестане Книгу Купил и прочитал Там вот продаются Такие книги Это же Уму непостижимо У нас есть Канал передачи Один Как говорит Нух Алейхи Салям Он и есть канал То есть Посланник От Господа миров И последним Таким каналом Передатчиком Был брат Мухаммад Саллаху Алейхи Салям Который нам Рассказал О скрытом мире Больше нету таких передач Больше для тебя Донести этого Никто не может Тебе что С могилой вытащили Телеграмму дали Книгу что ли Это передали Или кто-то оттуда Восстал Или кто-то эту могилу Раскопал Даже если человек Будет подвергаться Наказанию могиле Или же он подвергаться Будет райским наслаждением Ты этого не увидишь Ты увидишь просто Лежащий труп Если он не сгнил уже Почему Потому что Гаеб от тебя Скрыть Пока ты на этом мире Невозможно получить информацию Если нет передатчика Мы знаем Только о скрытом мире Со слов пророка Мухаммада Саллаху алейки вассалям Все что он нам сообщил В Куране и в Сунне И больше мы не знаем ничего И те кто заявляют такое Делают куфр Это слова куфр Почему Потому что они лгут на Аллаха Аллах говорит Что он завершил для нас Нашу религию И пророк Мухаммад Является печатью Акаса нет Акаса мы еще получаем Акаса еще кто-то пришел Кто встал на место Пророка Мухаммада Саллаху алейки вассалям И передает нам такие сведения Это куфр На Аллах спонталя Даже ты Не то что ты Хочешь Али там возвысить Ты унижаешь Аллах спонталя Такими словами Потому что Аллах спонталя Сказал в Куране Сегодня я завершил для вас Вашу религию Все нет в религии Она закончилась Со смертью пророка Мухаммада Саллаху алейки вассалям Передачи прекратились А ты говоришь Что ты знаешь что было И ты врешь На величайшего сподвижника Пророка Мухаммада Али Ради Аллаху анху Приписывая такие вещи Как будто он там спорит И пререкается С ангелами Посланцами Аллах спонталя Вот до сегодня До такого мы доходим Разве это чем-то отличается От времен Нуха алейки салям Несмотря на то Что сегодня цивилизация Можно сказать Развита Телевидение и так далее Человек еще больше Деградировал в своих мозгах Он вообще не включает мозги Надо же Эту же книгу старались Печатали Ее писали Ее продают Сколько труда было затрачено На такую подобную глупость Даже маломальский человек Понимает что это чушь А сейчас это распространяется И поэтому Нуха алейки салям говорит Я узнаю от Аллаха то Что не знаете вы И даю вам добрые советы То есть узнал Передал Как мы уже приводили Пророк Мухаммад саллаху алейки салям Ибрагим так же Который искал Думал что звезда его бог Солнце его бог Луна его бог А потом пришел и сказал Нет Это не может быть моим богом Я ханиф Не знали они Пока к ним не приходила Передача от Аллаха И так же Иса и Муса И все они А сегодня Оказывается у нас такие есть Люди которые выше чем Валия Забеля Вот эти пророки И запрось Ты книжки тебе напечатал На хочешь узнать что в могиле Вот купи 50 рублей И будь читай И все ты знаешь Что в могиле происходит Там и тут Проблемы А заказ дашь Они тебе и вообще Наверное побольше напишут Вот до чего мы опустились Почему Потому что мы потеряли Суть ислама Единобожие И вообще не понимают Ислам Откуда приходят Через кого и как Поэтому мы должны изучать Историю жизни пророков И тогда мы увидим Что они все сходятся Просто условия Разные были шариаты А суть была Одна у них И люди Народу Нуха Аля Исалям Говорили Мы видим что ты Всего лишь такой же человек Как и мы Машала Какое предложение Да И мы видим что Последили за тобой Только презренные из нас То есть рабы и бедняки Под воздействием Первого впечатления Это тоже большой смысл В этом предложении И мы не видим Чтобы вы в чем-то Превосходили нас Но думаем что вы лжецы Сурахут 27 аят И смотрите Это действительно большой аят По смыслу Почему Мы видим что ты Всего лишь такой же человек Как и мы Посланники Они такие же люди И поэтому Это ответ кому Христианам Которые заблудились В том что Чересчур Обожествили Иса Иисуса Сказать что он Сын Бога И так далее Придали ему Качество Сифаты Имена Из того мира Хотя он обыкновенный человек И мы в Аллахе Очень любим его мусульмане И дорожим И тот кто скажет Что он плохо относится Это уже грозит Куфрам Выходом из ислама Но Каждый из них Обыкновенный человек И дальше что Мы видим что Последовали Презренные из нас Презренные И что сказал Я помню Ираклий В 1773 Он тоже сказал Ираклий Император Византии Когда ему Рассказывал Бусуфьян О религии Мухаммада Когда сказал Кто за ним следует Богат или бедные Он сказал Бедные Именно это истинно И именно они Следуют за пророками То есть первые Идут бедные И сейчас мы это видим Человеку нечего терять У него ничего нет Да он что-то имеет Мизерные сбережения Бесмиля он идет И еще с этих денег Он пытается Помогать Он дает садака А те кто имеет Тугие кошельки Они 10 раз подумают И не примут Почему потому что Им придется делиться С этого богатства Им придется платить закат Им придется на пути Аллаха Не только о себе думать Их нас пожирает И почему первое впечатление Было так всегда И правок Саллаху Алейки Вассалям Кого хвалил Под первым впечатлением Абубакра Как его назвали Аля Суддек Почему потому что Он ни секунды не сомневаясь Когда правок Салла Салям его встретил Он сказал Уверуй то что я посланник Аллаха Он говорит Я верую то что ты посланник Аллаха Вообще никакого сомнения Ни секунды Конечно это милость от Аллаха Но нам это пример И Аллах смотали И говорит в Куране О народе Нуха То что и они Так же следовали Ни секунды не сомневаясь А принимая сразу же Принимая сразу же истину И так же после смерти Пророка Мухаммада Саллаху Алейки Вассалям Бая клятву Абубакру дали Без сомнения Без сомнений Почему потому что Знали ансары и мухаджиры Что нет другого достойного И лучшего человека Чем Абубакр И он именно должен быть халифом И Пророк Саллаху Алейки Вассалям Сначала хотел написать завещание И оставить Но он не написал А лишь сказал Аллах и верующие Отвергнут любого Края Абубакра Приводит вам муслим 2378 хабис Это было указание на то Что после его смерти Должен вставить халифу Абубакр Это ответ шиитам Которые грязные сплетни И всякие пакости Мерзости Возливают на лучшего сподвижника Пророка Мухаммада Саллаху Алейки Вассалям Который без всякой раздумий Принял ислам И эти неверующие Из народа Нуха Дальше продолжали И мы не видим Чтоб вы в чем-то превосходили нас Но мы думаем Что вы лжецы То есть они не видели Как они уверовали Мусульмане стали Что у них появились Какие-то преимущества И сейчас нам тоже говорят Ну что вот я стану мусульмой Что дальше Чего мне будут Не окрыли вырастут что ли Я живу себе живу Чего ты меня мешаешь Чего трогаешь Так же люди и отвечали Да не будет никаких преимуществ Ты что думаешь Наоборот Может быть тебе больше испытаний Будет как Аллах спонталя обещает И ты должен быть к этому готов Должен быть к этому готов И эти люди говорили Мы не видим Какие у вас преимущества И Кураши ты смеялись Пророком Мухаммадом Саллаху алейки вассалям Говорили Разве может это быть пророк Который ходит по рынкам Если ты пророк У тебя где золото Где твои дворцы и сады Почему ты нет преимуществ И мы должны доносить До людей То что преимущество Не в этой дуне Не в этом мире И не в этом Мало вот это имущество Которое вы имеете А преимущество в том Что ты будешь единобожником Ты будешь чистый перед Аллахом И тебе уготовано великое будущее За торговлю твою Как сказал пророк Мухаммад Саллаху алейки вассалям Торгуй ты с Аллахом То есть ты что-то На пути Аллаха Отказываешься от чего Чем-то жертвуешь И Аллах тебя возмещает Большим Сном своим Если нет денег Здоровьем своим Имуществом Если есть Силой своей Чем-то ты обязан жертвовать Не бывает такого Чтобы человек тихо Мирно прожил Ничего не делал И за это он был Введен в самый высокий Покой рая Так не бывает Аллах сматалья Обязательно что-то От тебя возьмет Или тебе даст На проверку И ты должен отказаться На пути Аллаха пожертвовать И тогда Аллах сматалья Тебе даст Еще лучше Еще больше Инух алейки вассалям Им говорит О народ мой Скажите А что если есть У меня доказательство От моего Господа И он боролал мне От себя милость Которая скрыта От ваших взоров Ради стали бы мы Принуждать вас Принять эту милость Когда вам она Ненавистна Сурахут 28 аят Инух алейки вассалям Говорит здесь Что у него есть милость Милость Это пророчество И послание От Аллаха Которое скрыто От ваших взоров Которое вы не видите Это выше вашего понимания И на сегодняшний день Это то же самое Когда люди говорят Что в этом хорошего Что в вашем Даводе хорошего Я вот услышал Одного брата У меня прям Не знаю Как отнести С таким словом Что говорит Вот вы призываете Что хорошего Афганистан разбомбили Ирак разбомбили Из-за вашего Давода А если бы молчались Они разбомбили бы Разве это правильно Аллах спонталья говорит И не успокоятся Они всегда будут Вашими врагами Пока вы не оставите Все из религии Аллаха И не последуете за ними Причем ты Давод Ты должен доносить И тогда ты этими словами Обвиняешь кого И того же Нуха И всех пророков И заключительного Пророка Саллаху Алейхи Ассалям Мухаммада Почему? Потому что На основе призыва На основе призыва Нуха Разрушались семьи Люди уходили Приходили к нему Получались большие смуты Воины Не говоря уже По последнему Пророку Алейхи Когда люди последовали за ним Мы видели Как все перевернулось Как он перевернул И построил государство Мусульман И все были так И пять пророков И Авраам Который ушел от своего народа И поругался с ними На него в костер бросили И Муса И Иса Все были на этом Как ты можешь не призывать Ты наоборот Должен доносить до них Чтоб они поняли Какая это истина А то что случается Это будет случаться всегда Не надо думать Что оставят в покое Единобожника мусульманина До конца дней твоих Тебе будут мешать жить спокойно Но ты должен идти По этому пути Не обращая внимания Это как колючка-репейник Она цепляется же Взял и выбросил Опять подцепил Взял и выбросил Да бывает тяжело Но это приходит От всех пророков И значит Мы не исключение Если мы уверовали Если мы говорим Шахады Что мы единобожники Мы должны через это Пройти иншаллах И народ Нуха что от него требует Чтоб он выгнал от себя Кого? Бедных и презренных И тогда говорят Они ему обещают Если ты так сделаешь Мы с тобой рядом станем И Нуха Алейхиссалям им говорит И не стану прогонять тех Кто уверовал Ибо они встретятся Своим Господом Вас же я считаю Людьми невежественными Это Суаххуд 29 аят То есть его народ богатый Сказали Мы не встанем с ним рядом Ты поставил У себя бедняков и рабов И теперь нас призываешь То есть высокомерие Свою проявляет И призывали ее прогнать Точно такая же история Была с кем? С проком Мухаммадом Саллаху алейхиссалям Пришли знатные Курочиты к нему И сказали Выгони от себя этих людей Кого? Аммар и бен Ясир Беляль Сухаев Хаббаб И другие Которые были рабами И нищего племени То есть они были Простыми рабами А многие были рабами И главы Знат Курочитов Не могла с ними Рядом сесть Как это так? Вчера он был моим рабом А сегодня приходит Чтоб я с ним намаз читал И сегодня мы видим Такое же С презрением Относится к мусульманам С презрением У кого Немножко штаны потертые Начинают к презрением Относиться У кого денег нет С презрением Относится Многие те Которые не делают Сожду Аллах Спонтали Которые разделяют Между бедными И богатыми То же самое Делали неверующие Не мусульмане Народа Нуха И остальных народов Это высокомерие Было всегда И Нуха Алейхиссалям Говорит Я не говорю вам Что есть у меня Сокровище Аллаха И не знаю я сокрытого И не говорю вам Что ангел Сур-Аху 31 аят То есть опять мы Говорим Что это обыкновенный человек Не знает сокрытого Не ангел Обыкновенный человек Лишь у него Призыв от Аллаха Призыв от Аллаха Это к чему нас побуждает? Чтоб мы старались На пути Аллаха больше Это не просто так Аллах спонталя Дал нам эту книгу Которую мы сегодня Практически не знаем Не просто так Мы сегодня здесь собрались Ведь те кто пришли сюда Братья С вас будет спрос Больше в Аллахе Это не значит Что надо бежать И больше не приходить Нет У тебя есть всегда выбор У тебя есть выбор Если ты отвернешься И уйдешь Тебя постигнет то Что пришло в аяте Которое затыкает Свои уши пальцами И прикрывается одеждами Но ты будешь спрошен Больше почему? Потому что Аллах спонталя Приведя тебя сегодня сюда Не такое большое количество Но он доводит До тебя свою милость Что ты начинаешь понимать Религия Аллаха больше Значит и больше Ты должен делать на его пути Именно к тебе Была обращена его милость Не к какому-то там И Махмуду Ибрагиму заблудшему Которые хотели бы Да не могут Почему? Потому что Аллах спонталя Не дает им Не открывает им дорогу А тебе он открыл И ты сюда пришел Значит ты Должен оправдать его доверие Что делали и пророки Как они могли отблагодарить? Они служили Аллах спонталя И мы видим Один из них Не выполнил до конца То есть не проявил сабр Не разговаривал с своим народом До конца Не получил разрешение от Аллаха Уйти И его постигла кара Это Юнус алейхисалям Это Аллах спонталя Специально приводит Его пример нам Чтоб и мы Брали поучительный для себя Смысл оттуда В чем он заключается Если ты не вытерпишь Если ты не будешь доводить Не будешь на пути Аллаха Делать больше дел Призывать Тебя обязательно спросится Именно до тебя Аллах выбрал Из миллионов людей Именно тебя вывел Из их числа Именно до тебя довел Значит и спрос Тебя будет больше Спрос тебя будет больше Значит на пути Аллаха Ты должен больше стараться Иначе ты послужишь Мишенью для наказания Иначе у тебя будет Большое наказание И это действительно так Можете оставить Можете принять Дело ваше Каждый делает выбор Но за этот выбор Он будет спрошен Обязательно С вас будет спрошен И обязательно Будет спрошен По двойному тарифу А если ты Применишь эти знания Немножечко в голове Свою прокрутишь Возьмешь на вооружение Как говорят алимы Как лучше всего Заучивают хадисы Куран Жить по нему Жить по нему Тогда ты не забудешь Если ты возьмешь Себе на вооружение Тогда ты вдвойне Получишь награду Почему? Потому что ты понял До тебя дошла истина А до заблудших Твоих братьев Сестер Друзей И так далее До них не дошла И через тебя Ты будешь доводить И пророк Мухаммад Саллаху алейки Вассалям Сказал Для вас будет лучше Если через вас Алах спонтально Выведет на прямой путь Хоть одного человека К чему стремится Твоя душа Если через тебя Аллах Выведет одного мусульманина Поэтому мы должны К этому стремиться Иначе мы получим Больше наказания И так Нух алейкин Призывал их Долгое время Долгое время призывал Это было очень долго Аллах спонтально Говорит Мы послали Нуха К людям его народа И он пробыл Среди них Тысячу лет Беспятидесяти Призывая их К чему? К единобожью Аллах говорит К единобожью Он не говорит К намазу чтению Он не говорит Там пост держать Нет к единобожью Потому что это основа основ А уже потом Все остальное уйдет И поэтому Каждый из нас Должен призывать К единобожью Сейчас у нас даже призыв Из этого аят Мы видим что неправильное Чем мы начинаем грузить Вот пришел человек И начинает У меня как проблемы Вот ко мне приходят Говорят почитайте Дуньте плюньте Там не знаю что то сделайте Снимите у меня проблемы У меня дела не идут Там машина в аварии попала И так далее Что я должен ему делать Я начинаю с ним разговаривать Начинаю спрашивать Что он знает Единобожье Ничего человек не знает Что ему надо объяснять Что ему надо объяснять Что намаз надо читать Многие так и делают Ты должен намаз Считать Ты должен пост держать Да почему он должен Он ничего не должен Если он не знает Для Иляхлилах Кому он должен Для намаза Фас Чтобы мусульманин был человек А он еще в ислам не зашел Ты его уже грузишь намазом Ты ему сначала Единобожье донеси Что есть суть единобожья Призови его Объясни ему А потом уже Призывай Саля Намазу И пророк Саллаху Отправляй Муаза Он точно так сказал Призови их Сначала к чему К единобожью Если они тебя послушают Ответят Призови к намазу И так далее То есть если он тебя Не призвал Не послушал Не ответил на твой призыв Бесполезно Не объясняй ему Ни про намаз Ни про пост Он этого делать Все равно не будет Он делать не будет Все равно Потому что нет у него основы И Аллах говорит Что Нух призывал К этому тысячу лет Без пятидесяти К единобожью А потом потоп Дальше продолжает Аллаху Погубил этих людей Которые продолжали Проявлять Несправедливость Несправедливость В этом случае Ширк Как в другом аяте Сурал-Лукман Аллаху Анатолия Говорит То есть поистине Ширк Это величайшая Несправедливость Сурал-Лукман 14 аят И несмотря Что был такой Продолжительный срок Это Аллаху Может быть Самый длинный срок Был среди проектов Ответили на его призыв Очень малое количество людей И поколения сменялись Нух Анатолия Жил Не умирал Аллаху Анатолия Не забирал его Люди из его поколения И они сменялись Сменялись Приходили на смело другие И те которые приходили Говорили своим детям Достигшим совершеннолетним Вводили даже кнуху Аляхсалям И говорили Видишь этого старика Вот никогда Запомни Говорит мой сын мой Никогда не слушай этого старика Он безумный И никогда не приходи к нему То есть наоборот Оставляли как наследство Такие вещи Которые мы сейчас и видим Которые мы сейчас и видим Продолжаются Почему? Потому что нам отвечают Я видел как мой отец и дед так делали Что ты меня учишь? Ты вот пришел Какой ты умный А мой дед и отец Значит был дурак что ли? Мой дед месяц Рамадан умер Смотри говорит какой хороший Какой Аллах ему дал смерть А что миллионы немусульман Которые месяц Рамадан умерли Что с ними? Что как тогда поступить? И тогда намаз читать Тоже ничего не надо было Месяц Рамадан умер Все полетел Сразу Джанат зашел Вот такие долили приводят Почему? Потому что нет других долили И они так же как и этот народ Нуха Говорит мы застали на этим Наших отцов И Нуха Алейхсалям сказал Не пойдут вам на пользу Мои наставления Пусть даже я захочу дать их вам Если Аллах пожелал вести возобуждение Он Господь ваш И к нему будут возвращены Сурахут 34 аят Это значит что никто Не в силах вывести на прямой путь Кого-то Поэтому если ты видишь Что человек ты объясняешь Один, два, три раза Оставь его ради Аллаха Каждый день на мозги ему не капай Дай ему пищу и размышлений И оставляй И так делали все пророки И пророк Мухаммад Саллаху алейхи ва салям Так же делал Когда он в первый раз Собрал своих родственников И был среди них Абу-Ляха Поднялся, сказал Мухаммад Если ты нас собрал Чтобы сказать о твоем призыве Озвучит свою безумную идею Оставь это Мы не будем тебя слушать Пророк ни слова не сказал Сел Видел, что бесполезно Всем разговаривать В следующий раз Он собрал родственников Но уже не позвал Абу-Ляха И вот так же мы должны делать Если видим, что человек Не понимает Не доходит до него довод Оставь его ради Аллаха Ты не сможешь его поставить На истинный путь И про это Нух алейхи салям говорит И пророк Мухаммад Саллаху алейхи салям Если бы мог Он поставил на прямой путь Абуталево Но не в его власти было Не в его власти Поэтому и это Не в нашей власти так же И после этого Как Нух алейхи салям Увидел, что Не получается Тысячи лет Он провел честно Свою работу Аллах сматали нам сообщил День и ночь Призывая их И после этого сказал Что не поможет вам Мое наставление Если только Аллах Не пожелает увезти вас На прямой путь Аллах сматали ему велеть Что? И тогда Нуху Было неиспосло в откровении Не уверует Из народа твоего Ни один За исключением тех Кто уже уверовал Сурахут 36 аят Аллах сматали За свидетельство о том Что все Никто из твоих людей Не примет ислам Не примет едино Божие Успокойся Этот аят Он не спасло Для чего Чтобы его посланник Успокоился Все Он выполнил свою работу И ни один Больше за ним Не последует И Аллах сматали Дальше другой аят Говорит Так не печалься же Из-за того Что они творили Сурахут 36 аят Все Ты сделал честно Выполнил свою работу И если каждый из нас Будет выполнять честно Тогда не будет у него Причин себя ругать и корить Каждый из нас Должен думать В Аллахе Братья Как можно жить и не думать Может быть я мало делаю На пути Аллаха Почему я на этом успокаиваюсь Все величайшие пророки Мы сейчас пророков разбираем Они переживали У них было смятение в душе Аллах сматали Не зря эти аяты не смыслал Для чего Чтобы успокоить их Тогда у тебя это смысла нет Если бы человек был бы Хладнокровный как бетон Тогда зачем этот аят Для чего этот аят Нет Аллах сматали Знал что у его сердца Знал что он переживает То что он не смог Всех вывести И он переживал Может быть он думал Что я сделал свою работу Некачественно Не довел Мало провел Нужно было больше стараться В моем пути И поэтому Аллах сматали Не смыслает эти аяты И вот тогда они имеют смысл Когда человек переживает Тогда они имеют смысл Но он говорит Не печалься Из-за того что они творили Больше ни один из них Не уверует А мы сегодня Ничего не делаем И живем спокойно Почему каждый из нас Не думает Может быть я мало делаю Может быть мне еще Вот это сделать Что я еще могу сделать Думать надо Думать надо Тогда дорогу откроет тебе Если ты не можешь Говорить примером Покажи Примером делай Дела больше совершай Делай Призывай Скажи я же делаю Почему ты не можешь Если будешь отговариваться Скажи ну посмотри на меня Но я же делаю Я такой человек как ты В чем твоя проблема Только в тебе Делами другими Какими-то побуждениями Мы должны больше делать На пути Аллаха На сегодняшний день Пост продержит Понедельник Ой героем себя считает Все начал пост держать Сувхан Ну и что Ты для себя держишь Этот пост для тебя На пути Аллаха что сделал Ты тогда призывай Других к этому посту Организовывай Приходи Что-то делай Тогда будет польза А если ты дома сидишь Пост держишь Да это для тебя Но религия Аллаха Чем ты помог Мы не видим твой пост Это просто маленький пример Мы должны Каждый думать о том Что мы делаем Очень мало на пути Аллаха В Аллахе так и есть Омар Мальхаттаб Думал что он лицемер А сегодня мы уверены У нас смех У нас усмешки Да Мы думаем что мы все сделали У нас заслужили рая Только из-за того Что прочитали 2-3 лекции И думала Смотали И за это нас Джанет ведет Откуда знаем Может это не примется Ничего у нас Почему мы это успокаиваемся Человек Мусульман Не может спокойно Жить на этом свете Нет для него спокойствия А если ты спокоен То это от шайтана Шайтан обладел Твоим сердцем И оно спит Оно спит Как со многими Братьями разговаривали И это почувствует Кто хаджи был И поедет Когда приезжаешь в Саудию Человек засыпает Там есть такая болезнь Это очень страшно Многие алимы говорят Что самый большой шайтан Это Медини Почему Потому что человек Когда выпадает в дом Засыпать начинает Не буквально на ходу спит А он умиротворяется Причем там очень все хорошо Там действительно хорошо Там нет никаких проблем Когда приезжаешь Еда Копейки стоит Везде мусульмане Никто тебя не трогает Никто тебе ни слова не говорит Переходишь в мечеть Такая обстановка На улицу выходишь Приятно посмотреть Ни одной женщины раздетой Это само собой Но тем не менее Не пиво Сигареты Нет Забываешь про такие вещи И человек начинает засыпать И он не думает в жизни Старается не думать А мусульмана живущая Где это Какие-то проблемы Убивая тысячами каждые мусульманы Истекая кровью Голодные Холодные Спят на бетоне Дети погибают Человек перестает Про это думать Что? А он одевает сердцем Шайтан Человек засыпать начинает Поэтому И мы сейчас в таком же положении Ничего не делаем Собрался с духом Пришел в субботу на лекцию Все Я был в субботу на лекцию Машала я сильный мумин А что ты сделал? Ты Если пришел на лекцию Ты должен ее потом взять Обработать в голове И применять Вот тогда будет для тебя польза А то что ты прослушал В Аллахе я уверен Если ты не будешь делать К следующей субботе Спроси любого тут сидящего Он уже забудет То что говорили Он уже не помнит Почему? Потому что он даже Про это и не думал Даже не думал Вышел и сказал А машала Да лекция была Или наоборот Что-то он много сегодня говорит Долго это прошло Или так скажешь Или так скажешь Неважно Но суть сама Что ты не взял пользу Не взял пользу И у тебя сердце было Так и на таком уровне осталось Ни на сколько не поднялось Ты не думаешь о мусульманах Ты не думаешь на том Чтобы помочь На пути Аллаха Что-то сделает хорошее И вот такой обстановку Мы видим в Сауде Вот если кто был в Хаджи Он вспомнит это состояние И кто поедет И попадет туда Вспомнит мои слова Человек начинает засыпать Шайтан овладевает им Говорит все спокойно Все хорошо Смотри машала Все счастливы Действительно смотри Все счастливы И человек думает Во всем мире так Вот поэтому говорит Что самый большой шайтан Это в Медении И поэтому Нух алейсалям Он переживал из-за того Что он сделал очень мало Очень мало И к этому нас обязывает Куран Нам сегодня Деньги дают Мы бежим Бежим Мечает Идем ради денег Пришли Все деньги получили Если сдают садака Будем знать Пойдем И как сказал Пророк Сааллах Если бы здесь Давали пару добрых копыт Вы бы все здесь были Вы бы все здесь были То есть поменяли Свою веру бы на копыта Тогда и копыта Тоже пищу годились Колбасу сейчас бесплатно Раздавая Молоко по утрам давая Очередь будет Вон до остановки Почему мы такие Почему мы не можем Это же самое сделать Но без колбасы Но без садака Но без еще чего-то Просто ради Аллаха Просто ради Ты же ради Аллаха делаешь Неужели тебе колбаса Смысл всей жизни Или садака Ты хочешь поменять На свою религию Поэтому братья Немножечко стерепенитесь Немножечко пусть шайтан Почувствует вашу войну с ним Немножечко нужно Что-то думать На пути Аллаха Что ты еще можешь делать Большего А не то что успокаиваешь На то что сегодня ты имеешь Талах Сфантали дальше говорит Нуху Построй же ковчег у нас на глазах Руководствуясь нашими откровениями И не обращайся ко мне С просьбами за тех Кто поступал несправедливо Ибо поистине Они будут потоплены Сюраху То есть все Не делай больше дуа За свой народ Закончилась дверь для них В закрытой моей милости Построй ковчег Аллах Сфантали дает приказ Кому? Нуху алейсалям И дальше Аллах Сфантали говорит Нуху воззвал к нам А мы всегда отвечали на его мольбы И мы спасли его И членов его семьи От великой скорби Срасафат 76 аят То есть он помолился За свою семью Аллах Сфантали принял А за остальных Кто не последовал с ним Все Дверь была закрыта И Аллах Сфантали не принимал дуа Поэтому это тоже для нас урок Что придет день Когда не наша дуа Не наша толпа Пока не примется И этот день Для кого-то может быть Очень-очень близок Очень-очень близок И поэтому опять призываю Сегодня пока живой Пока на этом свете Можешь видеть Можешь почуть что-то делать Делай на пути Аллаха Ты увидишь это записано В своей книге Если же ты не будешь делать Отвернешься от Аллаха И Аллах отвернется от тебя И Аллах Сфантали говорит И он сказал Господь мой Поистине Люди моего народа Сочли меня лжецом Рассуди же меня с ними Чтобы погиб тот Кто отверг Единобожие Еще лжецом Твоего посланника Нух алей салям Говорит И спаси меня И тех верующих Которые со мной Сурашуара 117-18 аят И Аллах Сфантали Также продолжает Тогда он обратился С мольбой К своему Господу Поистине Меня одолели Помоги же мне То есть его одолели Он ничего не мог С этим народом сделать Амар Сура 10 аят И Нух алей салям Также взывает К своему Господу Господь мой Помоги мне Ибо они сочли Меня лжецом Сура Минун 26 аят И Аллах Сфантали Говорит За грехи Свои Они были потоплены И ввергнуты в огонь И не нашли они Помощников Помимо Аллаха То есть Аллах Уничтожил всех И Нух сказал Господь мой Не оставляй на земле В живых Никого из неверных Аминь Это дуа Которые мы должны Тоже постоянно говорить И Нух алей салям Говорит Господь мой Не оставляй на земле В живых Никого из неверных Поистине Если ты оставишь их Они ведут Заблуждение Твоих рабов И породят Только неверных Грешников Продолжает Пророк Аллаха Сура Мнух 25-27 аят То есть Вот эта дуа Которую Аллах Ему дал Он использовал И Аллах Сфантали Привел ее в Куране Он использовал Против своего народа И Аллах ответил На его дуа И уничтожил Всех неверных Таким образом Против этих людей Обратилось Их неверие Их высокомерие И непринятие того Вот с чем пришел Нух Аля Хисалям И дальше Аллах Сфантали Говорит И не обращайся ко мне С просьбой за тех Которые поступали Несправедливо И поистине Они будут потоплены Сура Худ И в другом аяте Аллах Сфантали Говорит После этого Он принялся строить Ковчег Всякий раз Как мимо него Проходили знатные люди Из его народа Они насмехались над ним Сура Худ 38-го аят То есть Говорили Ты ненормальный что ли Он вообще Жил далеко от моря Там и моря не было Как толкует Ибн Кассир Смотрите какой ненормальный Говорит В море нет Он корабль строит Ты совсем Говорит уже Вот поэтому Говорит Хорошо что мы не с тобой Видно теперь что ты ненормальный В пустыне корабль строит Что можно про это человек сказать И Аллах Сфантали Как отвечает им Как ответил внух На их насмешки Он говорит Если вы насмехаетесь над нами То и мы насмехаемся над вами Как насмехаетесь вы Сура Худ В другом аяте 38-й аят То есть Мы насмехаемся над вами Не за то Что вы насмехаетесь Мы насмехаемся За ваше неверие То что вы не можете Принять очевидную истину Как толкует Ибн Кассир Он говорит Что смысл этой такой Что насмехаемся За ваше упорство Упрямство И непринятие истины То есть неверие Ваш куфор Ваш ширк Ваше многобожие Мы над вами смеемся Почему? Потому что вы не видите Очевидной истины Если человек идет Краю пропусти И ты видишь Краю ему Говоришь Эй куда идешь Сейчас упадешь А он смеется Говорит Ты что больной что ли У меня дорога длинная Так а ты начинаешь Над ним смеяться Говорит Да вот действительно Не хватает Сейчас упадет Он еще надо мной смеется Вот это примерное Такое положение И потом человек падает И мы говорим Ну мы же тебе говорили Ну и кто теперь Будет смеяться Вот так женуха А.С. насмехался Над ними Говорят что мы Насмехаемся На вашем упорством На вашем непринятием Истины И передается Со слов Абусаида А.Худри Что посланник Аллаха А.С. сказал В день воскресения Явится нук Со своим народом И всемогущий Все великий Аллах спросит Довел ли ты До своего народа Наше послание Ему скажет Да, О Господь мой Тогда Аллах спросит Людей Его народа Довел ли он До вас Наше послание И они скажут Нет Они ответят Нет Ибо к нам Не приходил Ни один пророк И посланник Тогда Аллах Спросит Ну-ха Кто засвидетелствует Твою правоту Кто тебе поможет Кто быть свидетелен Твою защиту Что скажет Ну-ха А.С. Он скажет Мухаммад И члене его общины засвидетельствует мою правоту. И мы, сказал пророк Мухаммад саллаху алейхи салям, засвидетельствуем, что он действительно довел до них послание от Аллаха. И в этом заключается, потом пророк Мухаммад саллаху алейхи салям, цитирует аят, в этом заключается смысл слов Всевышнего. И также сделали мы вас общиной срединной, то есть нас, мусульман, общиной срединной, чтобы вы стали свидетелями о людях, а посланник стал свидетелями о вас. Сура Аль-Бакара, 143 аят. Это приводит имам Аль-Бухари, номер хадиса 3339. То есть мы будем свидетельствовать на том свете, то, что говорил Мух и остальные посланники. Откуда мы это возьмем? Из Курана. Это мы должны изучать. А пророк Мухаммад саллаху алейхи салям будет свидетельствовать о нас. Последовали мы за ним? Приняли ли мы истину или нет? И мы являемся срединной общиной между всеми, как судьи. В этом аяте много смысла. Один из смыслов такой. Срединная община, которая между всеми общинами будет. И мы будем свидетельствовать о каждой общине. Поэтому мы должны изучать эти истории из Курана и брать из них пользу. Но Мух алейхи салям сделал все, что предупредит свой народ. Даже рассказал им о великом лжеце, о Даджале. Хотя в его время не планировался приход Даджале. Но он им и рассказал. Сообщается, что Абдулла ибн Омар ради Аллаха Амфу сказал. Однажды посланник Аллаха саллаху алейхи салям, который находился среди людей, восславил Аллаха подобающим образом. После чего упомянул о Даджале. И сказал. Поистине я предупреждаю вас о его пришествии. И не было ни одного пророка, который не предупреждал бы об этом людей своего народа. Мух также предупреждал о нем свой народ. Но я скажу вам то, чего ни один пророк своему народу не говорил. Знаете, что он одноглазый. Сказал про Даджале. Аллах же поистине одноглазым не является. Передает имам Аль-Бухари, Рахимуллах, в том михадисе 3337, имам Муслим, том 1, стр. 154. Кроме того, Абухурая ради Аллаха Амфу передает, что пророк саллаху алейхи салям сказал. Не рассказать ли вам о лжеце, то есть о Даджале. То, чего ни один пророк не рассказывал людям своего народа. Поистине он одноглазый. И когда он явится к вам, с ним будет нечто подобное раю и огню. Так вы выбираете огонь. Он сказал. Это будет раем. Я предупреждаю вас подобно тому, как Нух предупреждал о нем свой народ. То есть в двух хадисах он упоминает Нух алейхи салям, который предупреждал свой народ. То есть он сделал все. Даже о Даджале рассказал. Хотя приход Даджале в то время и не планировался. Но они все предупреждали о Даджале. Некоторые ульями говорят, что Нух алейхи салям посадил дерево. Есть такая версия алалим, насколько вам достоверно, стоит упомянуть. По приказу Аллах Амфан Талям Нух алейхи салям посадил дерево. Это дерево выросло очень больших размеров. И из этого дерева впоследствии он построил ковчег Ковчег же, он был трехпалубный И каждая палуба была 10 локтей То есть 30 локтей был в высоту Нижняя палуба была для животных и насекомых Средняя палуба была для людей А верхняя палуба была для птиц Вот такой ковчег, такой корабль он построил Аллах Фонталя говорит Инух возвал, Господь мой, помоги мне, ибо они сочли меня лжецом И мы не спослали ему откровение Построй ковчег у нас на глазах Руководствуй нашими откровениями То есть Аллах Фонталя учил его, как строит этот ковчег Сурамут Минун, 26-27 аяты И дальше Аллах Фонталя говорит И мы не спослали ему откровение Построй ковчег у нас на глазах Руководствуй нашими откровениями Когда же придет наше веление И вода в печи забьет ключом Посадив ковчег по паре животных каждого вида И всех членов твоей семьи За исключением тех, о гибели которых Уже было не спосла наше веление И не обращайся ко мне с просьбами за тех Которые поступали несправедливо И поистине они будут потоплены Сурамут Минун, 27 аят То есть Аллах приказывает своему пророку Взять каждой твари по паре, как говорится И посадить на свой корабль Каждый животный, каждой букашки Кого только можно взять по паре И тех из людей, которые достойны были с ним Сесть на этот корабль Таким образом, дуа Нуха было принято Когда он сказал, что О, Аллах, погуби мой народ Не оставляй ни одного неверного на земле И Аллах спонталит принял это дуа И все они должны были умереть И Аллах сказал После этого не обращайся ко мне с дуа Все, они будут все потоплены И будут они уничтожены И печь Почему я выделил именно это слово печь Потому что некоторые муфастеры говорят Что слово там нур Которое приходит во яйце печь Она имеет ввиду земля Которая до этого была горячей И на ней не было никакой воды Из нее будет вода выходить И даже, другие говорят, из печи в каждом доме Где должен гореть огонь И из них тоже будет выходить вода Это будет знаком или сигналом тому Что начался великий потоп Аллах спонталит говорит Когда же пришло наше веление И вода в печи забила ключом Вода в печи забила ключом Мы сказали Посади в ковчег по паре животных Каждого вида и члена твоей семьи За исключением тех из них О гибели которых уже было не спослано Наше веление А также тех, кто уверовал Однако уверовали вместе с ним Лишь немногие Это Аллах спонталит Сурахуд 40 аят Как Аллах спонталит говорит Людей было лишь немного А сколько было Нет, мы это информация И рулема не знают Сколько было действительно людей Поэтому мы это оставим Не будем вдаваться в недостоверные Потому что кто-то так И кто-то так На самом деле это все недостоверно Никакого удалили И хадисы насчет этого нет Аллах спонталит говорит А когда ты поднимешься на Камчат Вместе с теми Кто был с тобой Скажи Хвала Аллаху Аль-Хамду-Лилля Который спас нас от несправедливых людей И скажи Господь мой Посели меня в благословенном месте Ибо ты лучший из поселяющих Минон 28-29 аят То есть таким образом Аллах спонталит приказывает Своему пророку Воздать ему хвалу За то что его дело Закончилось успешно И в других аятах Это очень важно Это очень важно В других аятах Аллах спонталит говорит об этом так И он создал все живое парами И создал для вас корабли и животных На которых вы ездите Чтобы вы садились на них А потом усевшись там То есть на кораблях и животных Вспоминали о милости вашего Господа И говорили Преславен тот Субханаллах Кто починил нам это Ведь нам такое не под силу Поистине мы вернемся Господу нашему Сразу Хру В 12-14 аят Я вам постоянно Про это говорю Чтоб мы хвалили нашего Господа За те милости Которую он нам не спасывает И нам такое не под силу Мы не можем сами знать Вернемся мы сегодня домой Или не вернемся Есть у кого гарантии Нету А если ты вернулся домой Благополучий к своей семье Восхвали Аллаха То что ты пришел сюда Это и есть милость Аллаха тебе И Аллах спонталит Поэтому ему говорит Скажи хвала Аллаху Который спас нас От несправедливых людей То есть приказывает его Восхваляет И человек постоянно Должен восхвалять И каждое свое дело Начинает бессмелляться Имени Аллаха И восхваляет Даже если не получилось Значит в этом хаер для тебя В этом хаер А не проявлять нетерпение И роптать Что вот как же Так как сейчас мы можем Слышать в Али-Азабеля Я мусульманин Я намаз считаю У меня денег нет Сосед он не мусульманин У него джип ездит Что можешь сказать Такому человеку Как он к религии Аллаха относит Что тебе базар что ли За каждый намаз Тебе будет выдаваться денег Или чеки будут печататься А как ты рассчитывал Наоборот Это тебе испытание И ты его не проходишь Ты уже его не выдерживаешь Ты должен сказать Аль-Хамду-Люля И быть терпеливым За каждое дело Должен сказать Аль-Хамду-Люля И Муха Аля Салям Выполнил приказ Аллаха И Аллах смоталя Про это говорит Куран не так И он сказал Садитесь к ковчегу Который будет плыть И останавливаться С именем Аллаха Бисмилля Поистине Господь мой Прощающий Милосердный 41 аят Это говорит о том Что ковчег Не тронулся бы Если бы не сказали Имя Аллаха Бисмилля И Аллах смоталя Дальше говорит Потом ковчег Поплыл с ними Среди волн Подобных горам Представляете Какие горы Какие были волны Огромные И какой должен быть Корабль крепкий Который надежный Который свиление Господа И по его инструкции Сделал Мух Аля Салям Чтобы выдержать Вот такую вот Бурю качку Мух же обратился К своему сыну Который держался в стороне То есть он На корабль не заходил А среди этот волк Болтался О сынок мой Сади с нами И не оставайся С неверующими Сурахут 42 аят Это случилось После того Как все зашли на ковчег И Аллах смоталя Наполнил землю водой И Аллах смоталя Сказал Тогда он обракался С мольбой К своему Господу До этого Аллах сказал Не проси Но тем не менее Нуха Аля Салям Обращается Обращается С мольбой К своему Господу Поистине Меня одолели Помоги же мне И Аллах смоталя Говорит Дач И открыли мы врата небес Обильно начала литься вода И понесли мы его То есть ковчег Сколоченный из досок С гвоздями И он поплыл у нас на глазах Это послужило воздаянием Тому В кого они уверовали Поистине Когда вода вышла из берегов Мы понесли вас в ковчеге Плывущим по волнам Чтобы этот ковчег Стал для вас назиданием Которому вняло бы Внемлющее ухо То есть с него Мы должны Брать пример И дальше Вас смоталя говорит Потом ковчег поплыл С ними среди волн Подобных горам Нух же обратился К своему сыну Который держался в стороне О сынок мой Садись с нами И не оставайся с неверующими И тот сказал Я укроюсь на горе Который спасет меня от воды И Нух сказал Сегодня Ничто не спасет От веления Аллаха Никого Невозможно Чтоб кто-то кому-то помог Кроме тех Над кем он смело вестиется После этого Волна отделила их Друг от друга И он оказался Одним из потопленных Сюрахут 42-43 аят Почему? Потому что сын Нуха Он был один Из неверующих Он не принял Он перечил своим отцу Не принял Не внял его зову И оставил своего отца Но отец Сердце отцовское Он сделал два за него Что это мой сын Это моя кровь И Аллах спаси меня И Аллах спонталя Прицал его за это Сказав что он Твой сын Но он не из твоей семьи Тут имеется Семья У верующих мусульман Да по крови Это твой Но не из твоей семьи И поэтому Берем оттуда еще одну пользу То что мы Одна семья Какие бы мы не были Черные Красные Белые Желтые Какие только на земле Расы не существуют Какого цвета бы не были У нас волосы Глаза И тому подобное И кожа На каких бы языках Мы не говорили А Аллах смотрели Говорит что мы Одна семья Поистине Он говорит Верующие братья Поистине Верующие братья Именно Миноль Ихва Поэтому мы должны Так и относиться Что один джамат Если мы видим Что человек поклоняется Единобожник То мы должны Ради Аллаха Любить его Если мы видим Что он совершает В этот грех Мы должны его Ненавидить Ради Аллаха Об этом мы тоже Поднимали Мы сделаем Чуть попозже Один отдельный урок Потому что Вот с этим у нас сейчас Проблемы Любовь и ненависть Ради Аллаха Мы любим Не ради Аллаха И ненавидим Тоже не ради Аллаха У нас любовь Из-за опять Вот этих вот Имущественных отношений Есть от него выгода Может тебе деньги дать Ты знаешь Что к нему Всегда обратишься Он тебе не откажет Деньги поможет И ты его любишь Даже если он не прав Он что-то ошибается Ты говоришь Да, ну это же ты Как ты можешь так Это же вот такой человек Потому что У него деньги Есть положение У него связи Он может тебе с кем-то Познакомиться Какое-то твое дело Устроит Из-за этого А должно быть ради Аллаха Ради Аллаха Возможно тот самый бедный Который ничего не может В этом мире Но что сделать Воля Аллаха такого Что среди людей Встречаются такие Которые ничего не могут Другое дело Тебя не хотят Но если он хочет Стремиться И ничего не может Это воля Аллаха Возможно Что он будет впереди В джанете Относиться к нему Подобно Подобно его положении То есть единобожие Положение в единобожие И после этого Аллах в Анталии говорит И было сказано О земля Поглоти свою воду О небо Прекрати проливать дождь После чего вода спала И веление Аллаха Осуществилось Когда же ковчег Пристал к горе Аль-Джуди Джуди тут муфасиры Толкуют по-разному Некоторые Большинство говорят Что это гора На севере Ирака Аллах да аль алим Не знаю А некоторые говорят Что это Арарат И это больше люди Писания говорят Это взят Исраилият И источники из Библии Говорят что гора Арарат Возможно Нет опровержения Ни тому Ни тому Просто надо знать Что есть две версии Одни говорят что гора Аль-Джуди Это Арарат А другая Это гора в Ираке Нам это не важно Нам важно то что это истина Куда бы он не пристал Какого бы горя Какая разница И та гора принадлежит Аллаху И эта гора принадлежит Аллаху Нам важен сам результат Сам смысл А не то что Спорить за этой горы Или той горы Какая разница Никакой разницы В этом принципиальной нету Когда же Ковчег Престал говоря Аль-Джуди Было сказано Говорит Аллаху Да будут прокляты люди Несправедливые То есть Аллаху Проклинает Несправедливых людей В этом аяте Несправедливые люди Кто мы сказали В другом аяте Это Мухкам Сура Лукмал А шифровка это аят Кто делает ширк Вот они несправедливые Это аят Муташабиха Если подумать по смыслу Вот этот аят Сурахут 44 аят Непонятно Какие люди несправедливые Что они сделали Почему Аллах проклял Ковчег уже пристал В другом аяте Аллах Искрывает Тот придет ширк Многобожий Он и есть несправедливый А Аллах их проклял Поэтому те Готово заявляют Что якобы они на истине И при этом имеют наглость Поклоняться Просить Надеют еще кому-то Могилам ходить Портреты своих там Учителей держат в кармане У них просят Надеются Заступничество своего шейха Они все уже прокляты Аллаху Аталий проклял Почему? Потому что Он про это говорит Да будут прокляты люди Несправедливые Которые делают ширк Приходит суралукман По-моему 13 или 14 стоят Аллаху Аталий говорит То есть ширк Величайшая несправедливость Величайшая несправедливость И на земле Как пришло дуа Как Аллаху Аталий сообщил Не осталось никого Ни одного неверного Только те люди Которые были слухом Алейхиссалям И Аллаху Аталий говорит Однако они сочли его лжецом Мы же спасли его и тех Кто был с ним в ковчеге И потопили тех Которые объявили ложью Наши знамения Поистине Были они слепыми людьми Сураля Араф 64-й аят Видите Как Аллаху Аталий поменял положение Они же смеялись над Нухом Говорят Ты че Сумасшедший что ли Мы смеемся над тобой С тобой презренные люди А Нух Алихиссалям Над ними смеялся И кто оказался прав Аллаху Аталий засвидетельствовал Правоту Нуха Это и так понятно И поэтому Те люди Которые сейчас смеются над нами Братья Это нам Аят Служит поддержкой Нашего духа Нашего сердца Над каждым из вас Тоже смеются Говорят Ты че Вот такой секой Ваххабист Там слышишь Вопросы Как это Ты отстаешь от времени От моды Бороду отпустил Ходишь Станы короткие Кто это придерживается Конечно тому слова относятся Машалла Пусть Аллах Укрепит вас На его пути еще больше И так далее И тому подобное Слышим насмешки Ругань В наш адрес Что мы видим Кто прав Конечно те Кто придерживает Религии Аллаха Поэтому не важно На тобой смеются Посмейся и ты Скажи Ничего ничего Мы в итоге Аллах разрулит Как сегодня говорят Кто из нас прав Рассудит между нами Обязательно Можете так и сказать Основываясь на аятах Курана Вы правы Или мы правы И обязательно мы увидим Как Аллах Унизит этих людей Унизит обязательно Этих людей Аллах Сказал Они сочли его лжецом А мы спасли его тех Кто был с ним в ковчеге И сделали их Приемниками Тех кого погубили То есть приемниками Эти все богачи Исчезли А вот те над кем Они смеялись Они стали приемниками Им Аллах Отдал все Что было у этих богачей И потопили тех Которые посчитали ложью Наши знамения Посмотри же Аллах говорит Каков был конец тех Кого предупреждали Каков был конец тех Кого предупреждали Сура Юнус 73 аят Поэтому давайте Наберемся терпения Сегодня мы делаем Дава Доносим Даже до слабых мусульман Заблудших Которые не хотят следовать Сунни Не хотят следовать По пути Аллаха Посмотрите Каков был конец тех Кого предупреждали Обязательно мы увидим Клянусь Аллаху Аллахи Билляхи Мы увидим их конец И мы увидим Аллах спонталя как их унизит Вот то что они смеялись над нами, над нашими жеными, нашими семьями Над религией Аллаха, над единобожием Аллах спонталя обязательно унизит этих людей Как он говорит про это в Коране Аллах спонталя сказал И мы оказали ему помощь в борьбе против людей Которые посчитали ложью наши знамения Поистине они были дурными людьми И мы потопили всех Своя Амбия, 77 аят И мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге Наполненным всеми тварями А потом потопили остальных Поистине в этом знамение Но в большинстве своем они не веруют Срасофак, 119, 121 ряд В этом знамение для кого? Для нас, Куран для кого был не спослан? Для народа Нуха, которого уже Аллах знает сколько времени уже нет давным-давно Для нас с вами, и Аллах про нас говорит с вами Уже не про народ Нуха Он говорит, что для нас с вами знамение в этом Но в большинстве своем опять про нас Не про народ Нуха говорит, это уже ушло Про нас в большинстве своем Они не веруют, он говорит И называют большинство неверующим Поэтому не надо, не стоит обращать внимание Что их большинство, что они вот так живут Вроде бы себе позволяют какие-то вещи Которые мы, аль-хамду лилля, держим на пути Аллаха И не позволяемся, пусть живут, пусть делают Не надо смотреть, что к ним лояльно относятся У них какие-то положения Мы свою религию не продаем Не продаем, аль-хамду лилля, мы ее держим Для чего? Для того света Вот там мы ее, иншалла, продадим Если Аллах смоталя от нас примет это наше деяние Поэтому нет никакого ущерба в том, что их большинство Или они над нами смеются Обязательно мы с них возьмем расчет и мы посмеемся Аллах смоталя говорит И мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге И сделали этот ковчег знамением для обитателей миров Для всех людей, джинов Этот ковчег, знамение Суралян-Кабуд, 15-й ад И Аллах также сказал Потом мы потопили остальных Сурал-Сафат, 82-й ад И мы оставили урок знамение Но найдется ли тот, кто излечет из этого урок Сколь ужасна была моя кара, Аллах говорит И сколь многочисленны были предостережения Предупреждения, Аллах говорит Мы сделали Куран легким для запоминания К нам обращаются Но найдется ли тот, кто усвоит его наставление Сурал-Кабуд, 15-й ад Смотрите, как сначала Аллах говорит Что он оставил в ковчегах знамение Но найдется ли тот, кто излечет из этого урок Дальше он говорит Предупреждает опять Сколь ужасна была моя кара и мое наказание И сколь многочисленны были предостережения Сколько он нам не спасает предостережений Опять-таки, то, что мы здесь сегодня собрались Аллаху, это милость Аллаха Если кто хотел бы, да не пришел, уже не вернешь Ходит по улице Но это его право Это его хак Это его выбор За этот выбор он будет отвечать А то, что мы пришли Аллах спонтально позволь Это милость Это еще одно предостережение для нас И Аллах дальше продолжает Говорит о Куране О своем слове И мы сделали Куран легким для запоминания Но найдется ли тот, кто усвоит его наставление То есть не просто зазубривает Заучивает его Просто как болванчик, как попугай Нет Что говорит Аллах Но найдется ли тот, кто усвоит То есть поймет смысл его наставления Не просто аят, а его наставление Суракамар 15-17 аят И таким образом были потоплены Эти люди из народа Нуха Давайте, иншаллах, завершим эту тему Чем? Ответ людям, отрицающий факт потопа Сейчас можно слышать То, что потопа не был Или же он был в какой-то отдельной области Прямо из каких-то фантастических теорий Хотя вас мотали говорить Что вся земля была покрыта И ни одного человека не осталось Ни одного Если бы земля, какая-то часть, уцелела Тогда бы и сын Нуха тоже Он бы взял бы И на гору залез, как он хотел бы И он спасся Но мы знаем, что никакого Очка суши не было оставлено И многие говорили Это идут от зарастрицев Чтобы знали информация такая Это были люди, которые поклонялись огню И вот они сказали Нет, они даже знали, что потоп был Но он был всего лишь в Вавилоне И больше нигде он не коснулся Нигде не коснулся Хотя это истина Что вся земля была покрыта водой И в конце жизни Нуха, алейсалям, дает наставление своему сыну Сообщает, что Абдулла ибн Амар Ради Аллаху Амху сказал Однажды, когда мы находились у посланника Аллаха Саллаху, алейхи васалям Пришел какой-то бедуин Одетый в зеленый или черный плащ К которому пугницей была пристегнута Накидка из дибаджа Дибаджа это такая дорогая материя была Но это свидетельствует о том Что этот человек был богатый У него было какое-то состояние И он имел какое-то положение В то время И он сказал человек Разве этот ваш товарищ Указывая на пробу Мухаммада То есть в таком унизительном Да, как бы в третьем лице О нем отзываясь Хотя он там сидел В таком варианте говорит Не унизил Или не хочет унизить каждого усадника Являющего сына усадника То есть разве он не унизил каждого богача Который является сыном богача Он про это пришел и говорит Разве ваш товарищ не унизил Или хочет унизить усадника Каждого, который является сыном усадника И отец у него был богатый И он богатый И ваш товарищ унижает богатство То есть говорит Отдавайте И за ним следует Как мы говорили уже Презренные и бедные И не возвысил Дальше он продолжает Каждого пастуха Являющего сыном пастухом То есть эти пастухи Работали именно вот этих усадников Последние для них стада Получали за это плату То есть были низшие касты низшим сословием, и он говорит, он унизил тех и возвысил этих. И после этого посланник Аллаха, Саллаху алейхи вассалям, взялся за его плащ и спросил, а разве я не вижу на тебе одежду тех, кто ничего не смыслит? То есть вот твоя дорогая одежда, признак того, признак тех людей, которых ослепим их богатство, которые ничего не смыслят, которые не понимают, где прямой путь, которые держат свое богатство, пока свою одежду проявляют высокомерие и не следуют по пути Аллаха. И он говорит, разве я не вижу на тебе эту одежду, одежду тех, кто ничего не смыслит? Абдуллах ибн Амар передал, что потом посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал, поистине, когда к пророку Аллаху, внуху алейхи салям, пришла смерть, он сказал своему сыну, я даю тебе следующее наставление, я велю тебе делать две вещи и запрещаю две другие, я велю тебе помнить, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха. Опять про это говорит единобожие, никаких устазов, никаких пороков, ангелов и так далее, что мы можем видеть сегодня, ничего не существует и существовало после его смерти, ничего этого нет, он говорит опять о единобожии, о единобожии, он говорит, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, его поклоняйся, его люби, его проси и больше никто не достоин поклонения. И дальше продолжает, нух алейхи салям, со слов рока Мухаммада, саллаху алейхи салям, ибо, если бы одну чашу весов положить семь небес и семь земель, а на другую шахада, свидетельство о том, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, то это свидетельство перевесит, перевесит. Если бы семь небес и семь земель являлись замкнутым кругом, кольцом, то свидетельство о том, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, шахада, и слова, субханаллахи вабихамбихи, разорвали бы это кольцо, разорвали бы, то есть, если из небес семи и земель вот такое кольцо взять, слепить, и эти бы слова разорвали его, как будто это была бы тонкая нитка, ибо они продолжают, нух алейхи салям, часть молитв всего сотворенного, и благодаря их произнесению, людям не спосылается пропитание. И я запрещаю тебе все, что может привести тебя к многобожию, то есть антипод говорит, и высокомерию, и высокомерию. Поэтому мы должны немножечко судить о людях, об их поступках, о них положение, какое они занимают, богатство, связи и так далее. И Абдуллах Ибнамбр сказал, я сказал, или кто-то сказал, о посланник Аллаха, мы знаем, о котором многобожий идет речь, но что такое высокомерие? Если кто-нибудь из нас имеет красивые сандалии, с красивыми ремнями, является ли это проявлением высокомерия? На что посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал нет. Кто-то спросил, а дорогая одежда, которую носит кто-нибудь из нас, на что пророк Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал нет. Кто-то спросил, а верховое животное, на котором ездит кто-нибудь из вас, и посланник Асулюллах, саллаху алейхи салям, сказал нет. Кто-то спросил, а товарищи, которые собираются у кого-нибудь из нас, то есть дома, в гости зовешь, и пророк саллаху алейхи салям, сказал нет. И тогда я спросил Абдуллаева Нама, «Ой, посланник Аллаха, так что же такое высокомерие?» Сахабы мучились, они переживали, может быть, они высокомерны людьми, может, какую-то вещь надо оставить. То есть они были готовы, они готовы были все оставить, а не то, что мы, ущеваешь, говоришь, говоришь. Кто это сказал? Откуда ты этот хадис взял? Да выброси его. Какой ты ученый тебе сказал? Я не принимаю твоих ученых. У меня вот этот уцепился и все. Когда я ему привозил достоверный хадис, проверил. Нет, говорит, мне это не нужно. Хотя сахабы, они были готовы только им сказать, «Они готовы были подчиняться, что сейчас мы не делаем». И пророк, саллаху, алейхи и салям, сказал, «Неприятие истины, вот именно когда доносят для тебя истину, говорят аяты, Куран, говорят хадисы, и ты не принимаешь следуя к чему? К своему положению, к какому-то народу, у меня на родине так делают, мой устаз, вот в моем клане вот так сказал и так далее, что противоречит истине, то есть сунне и Курану. И это называет, пророк, саллаху, алейхи и салям, высокомерием, неприятие истины и пренебрежение по отношению к людям». Передает имам Ахмад, 169, имам Бухари, номер хадиса 548. Поэтому это и есть настоящий высокомерие. Не принять истину. А как мы можем принять истину? Опять говорю, услышал, не значит принял. А услышал, начал делать, вот это есть, ты принял истину. И ты следуешь ею. И тому пример кто? Сахабы. Когда они слышали, они тут же начинали делать. Не было такого, что услышал. Да, о, красивый рассказ, ладно. Кто из них мог такое отношение позволить к року Мухаммаду, саллаху, алейхи и салям, что мы сейчас, не сделав и навес ногтя, последнего Сахабы, себе сегодня позволяем. Мы позволяем пренебрежительно относиться к Иосуне, Курану, не сделав ничего для того, чтобы спасти себя, свои семьи, от огня, растопа которого будут люди и камни. А они подчинялись. И праук саллаху, саллаху, сказал, что это и есть высокомерие. Не принять истинное и пренебрежительное отношение к людям. Поэтому берегите, братья, себя, свои семьи, спасайте от огня, растопа которого будут люди и камни. То есть люди и камни, может быть, про нас речь идет. Про тот булыжник, который лежит, и про тебя, грешного. Если ты не одумаешься, не поменяешься, не будешь следовать тому, что приходит в Куране и Сунне, не возьмешь за это крепко-накрепко, и к людям будешь относиться согласно их делам. Согласно делам. Неважно, кто он и как его зовут, а главное, чтобы он был единобожником, истинным единобожником. Поэтому я прошу вас, чтобы он нас наставил на истинный путь, на путь тех, кто шли по истине. Это пророки, это сахабы. И чтобы он нас собрал под знаменем пророка Мухаммада, саллаху, алейки и салям. И мы, свидетельства об общине, не о нас, а мы, свидетельства о каждой общине, говорили, что это истинно. И вел нас сады Джанат Фердаус. Амин. Бракаллаху. Ассамханкаллаху. Абхамдик. Ла Иллах, ла Анта. Астахирка. Абхамдик.